Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерия Седова. Сегодня у нас в гостях Екатерина Банникова, заместитель прокурора Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Совсем недавно в рамках программы «Городские встречи» мы рассказывали про коллегии присяжных заседателей и выявили там некоторые, так скажем, вопросы по этому поводу, которые, да, осветили. Поэтому давайте, наверное, начнем с такой работы над ошибками. Как сейчас ситуация с коллегиями присяжных? Лучше, хуже или без изменений? Действительно, Валерий, буквально в начале года мы обсуждали проблему формирования коллегии присяжных заседателей, которая примечена к территории Рязанской области. Заключалось в том, что в некоторых районах коллегии не формировались годами. И из-за этого не могли суды приступить к рассмотрению уголовных дел о совершении особо тяжких преступлений против личности. Ну, в примеру, убийствах. Благодаря вашей передаче, в том числе благодаря вашей передаче, население откликнулось. И на данный момент коллегии, которые длительное время не сформировались, уже сформированы. И более того, сейчас мы видим более активную позицию населения. И, пользуясь случаем, хочу благодарить наших земляков, рязанцев, которые сейчас активно исполняют свой гражданский долг, откликаются на запросы судов об участии в работе коллегии присяжных заседателей. Именно благодаря вам, коллегии, в настоящий момент сформированы. Суды приступили к рассмотрению данных уголовных дел. И уверена, что по итогам данного рассмотрения будут вынесены справедливые вердикты. А может быть, у нас уже есть какая-то статистика, которую мы можем подбить с начала этого года? Все-таки уже полгода как-никак прошло. То есть, сколько-то уже судов прошло с участием коллегии присяжных заседателей. Какие-то вердикты уже вынесены? Да, буквально недавно, 3 июня, состоялся обнесенный вердикт по резонансному уголовному делу. Молодой человек, 19 лет, убил свою несовершеннолетнюю знакомую с целью сокрыть иное преступление, связанное с законом с бытом наркотических средств. И что характерно для этого уголовного дела, ранее, в прошлом году, был вынесен оправдательный вердикт именно по эпизоду убийства. Но в этот раз государственному обвинителю удалось доказать, несмотря на активную позицию стороны защиты, вину вот этого молодого человека. Это вот одно из таких самых резонансных дел этого года? Или можем поделиться практикой других преступлений, других заседаний? Наверное, одно из самых резонансных дел этого года, точнее, это окончание прошлого года, начало этого, это осуждение к пожизненному лишению свободы мужчину, который совершил ряд особо тяжких преступлений, а именно в отношении несовершеннолетних, убийство, покушение на убийство и насилия сексуального характера, то есть преступление против половой неприкосновения несовершеннолетней. Областной суд вынес обвинительный приговор, приговорил данного человека к пожизненному лишению свободы. И буквально недавно эту позицию о справедливости назначения наказания за эти всяческие преступления поддержал первый апелляционный суд, это в Москве. Также, значит, как говорят прокурорские работники, засилил обвинительный приговор. А вот мы начали нашу программу с хороших новостей, наверное, для студебной системы, что коллеги присяжных стали собираться, вот, и перед программой вы поделились хорошей новостью, наверное, для наших зрителей, для всех резонцев, что преступления в сфере мошенничества, а именно вот мобильные мошенничества, когда звонят, люди переводят баснословные суммы денег на счета мошенников, что по этим делам уже в скором времени начнут людям возвращать деньги. Вот давайте немножко про это поговорим. Совершенно верно, Валерия. Действительно, мобильных машин сейчас много. И, к сожалению, вынуждена констатировать, что несмотря на активную позицию правоохранительных органов и банковской системы, которая доводит до людей, что не надо никогда ни на какие предложения, поступающие по телефону, а службу безопасности банка соглашаться. Если вам звонят лица, которые представляют сотрудниками правоохранительной системы, то есть тоже никогда нельзя верить им, перечислять денежные средства на какие-то банковские счета. Тем не менее, преступления в сфере информационной технологии продолжаются совершаться. Именно такие мобильные мошенничества являются распространенными. Несмотря на то, что практика раскрытия данных преступлений есть, основной вопрос у наших граждан – это возмещение причиненного ущерба. Потому что, как совершенно верно, вы заметили, иногда суммы перечисления денег и средства превышают миллионы, несколько миллионов бывает. С конца прошлого года, с этого года у нас внедрена практика обращения в суд не к тем людям, которые стоят во главе этой цепочки, точнее, не во главе этого преступного сообщества, потому что мы сами прекрасно понимаем, что не всегда звонящие люди – это являются непосредственными преступниками, которые получают материальную выгоду, обращение с исками к владельцам так называемых транзитных счетов. Что это такое? Есть ряд граждан, которые за денежное вознаграждение предоставляют мошенникам свои паспортные данные, и по их паспортным данным открываются счета. Вот конкретно те граждане, которые предоставили свои личные данные, не являются владельцами счетов, не получают денежные средства сами, ну вот кроме первоначальной, да, за паспортные данные. Но вместе с тем именно через эти транзитные счета на счета мошенников переводятся денежные средства. Мошенники зачастую за границей, как уже, ну я тоже думаю, все это прекрасно понимают, находятся, то есть тяжело именно вот с них будет взыскать. Но сейчас практику мы пытаемся сформировать судебную, когда с владельцами транзитных счетов, которые, ну фактически умышленно становятся участниками вот этой преступной схемы, будут взысканы денежные средства. Поэтому, опять-таки, воспользуясь вашей площадкой, уважаемые рязанцы, уважаемые наши потерпевшие, если вы стали жертвой таких мошенников, и по вашим зрениям возбуждены уголовные дела, следователи вам разъясняют право на обращение в суд либо самостоятельно, либо в отношении категории социально-защищенных граждан. Это в основном пенсионеры, инвалиды, которые стали жертвой таких мошенников. Обращайтесь, пожалуйста, в прокуратуру, мы в ваших интересах составим иски и сами обратимся. А граждане, которые не относятся к категории социально-защищенных, тоже имеют право на обращение в органы прокуратуры. Мы, в принципе, поможем вам текстовку иска составить. И, соответственно, эти иски приобщаются к материалам уголовного дела, и они рассматриваются одновременно с делом уголовным. И тоже интересную практику нас и генеральная прокуратура, в принципе, на это ориентирует. Иногда схема мошенничества заключается не в том, что граждане переводят свои денежные средства мошенникам, а то, что их понуждают заключать кредитные договоры, точнее, открывать на себя, грубо говоря, кредиты. И, соответственно, кредитные денежные средства получают мошенник, а обязанность по оплате этого кредита возложена на потерпевшего. В настоящий момент такие уголовные дела есть. И, конечно же, сейчас мы формируем практику по оспариванию этих кредитных договоров. Если вы стали жертвой мошенничества именно в такой форме, пожалуйста, обращайтесь в средственные органы, обращайтесь в прокуратуру. Мы либо сами в ваших интересах обратимся, это позволяет требованиям процессуального закона, либо поможем вам составить свои такие заявления. И, опять-таки, пользуясь случаем, обращаясь к населению региона, если вы стали жертвой мошенников, обязательно надо обращаться в прохронительные органы. Не надо думать, что вам никто не поможет, не надо думать, что все равно преступление не раскроется, что же я буду терять в свое время. Если все будут такую позицию занимать, то, конечно, такие преступления не будут раскрываться. Возможно, именно совершая преступление в отношении вас, мошенник, преступник совершил ту ошибку, которая поможет прохронительным органам в конечном итоге и найти его. А есть ли какие-то положительные примеры по закрытию кредитов, которые люди открывают на себя, чтобы перечислить деньги мошенникам? Есть ли какие-то положительные примеры в этом случае? Смотрите, практика, мы только сейчас ее формируем, но я надеюсь, что по аналогии с присяжными заседателями, я думаю, может быть, мы через полгода, через квартал встретимся, и уже положительную практику, может быть, и получится формировать. Но опять-таки нам нужны, конечно, активные позиции наших граждан, наших земляков. А у Рязани это такой пилотный формат среди всех регионов, или мы позаимствовали практику других регионов, или это в целом такая практика по России стартовала? А в других субъектах такая же практика. И генеральная прокуратура, которая координирует деятельность прокуратур субъектов, безусловно, доводит нас все положительные примеры работы прокуратуры других субъектов, конечно, мы ее перенимаем. Мы поговорили о хороших новостях, наверное, хороших положениях для прокуратуры, для судебных органов, поговорили о хороших новостях для людей, которые обмануты мошенниками были. Давайте, наверное, перейдем к категории людей, таких как водители, наверное, не знаю, хорошие или нехорошие, для них новости будут, но коснутся они именно тех пьяных водителей, которые, невзирая на то, что они один раз уже сели за руль пьяными, лишились прав, лишились каких-то денег, потому что штраф все-таки большой в первый раз, вот я знаю, что у вас есть что сказать и по этому поводу. Да, действительно, Валерий, к сожалению, продолжаются у нас, выявляются случаи пьяного вождения, и, что удивительно, такое впечатление, будто водители, то есть владельцы, источник повышенной опасности, садясь пьяными за руль и будучи полицейским консервативной ответственности, как совершенно верно, достаточно такие жесткие наказания, не делают для себя никаких выводов, и поэтому повторное их задержание в состоянии алкогольного опьянения за рулем влечет уже уголовную ответственность по статье 264 прим. 1. Но, к сожалению, некоторые граждане и на этом не останавливаются, и попадаются во второй, в третий, в четвертый, иногда там даже вплоть до шестого раза пьяными за рулем. С 2022 года мы начали занимать более жесткую позицию, именно как со стороны государственного обвинения, понятно, что приговоры выносят в суды, но вот государственные обвинители ориентируют в суды со второго раза на назначение реальных наказаний в виде реального лишения свободы. И полагаем, что такая практика жесткая, она будет оказать профилактический эффект, потому что мы с вами прекрасно понимаем, все мы, наверное, автомобилисты, когда человек садится нетрезвым за руль, снижается скорость реакции, снижается возможность оперативного реагирования на изменения дорожной обстановки. И бывают и дорожно-транспортные происшествия, в которых и дети страдают, и иные участники дорожного движения получают тяжелые травмы, в ряде случаев несовместимые жизни, либо которые на всю жизнь этих потерпевших оставляют инвалидами. Конечно, мы не будем мириться с гражданами, которые умышленно садятся за руль пьяными. И более того, я хочу сказать, что мы с прошлого года тоже внедрили практику конфискации автомобилей, то есть человек попадается пьяным за рулем, и по решению судов, суд устанавливает вину, его транспортное средство конфисковывается. Вот у нас сейчас на данный момент за этот год конфисковано 40 автомобилей, да, то есть такая положительная практика. И я хочу сразу тоже, пользуясь вашей площадкой, такое некое правовое просвещение провести, что, ну, у нас граждане, которые совершают преступления, иногда думают, а, ну, я услышал, что конфискауют автомобили, перепишу-ка я на кого-нибудь, или там, точнее, мой автомобиль, там, жены, там, или мужа и так далее. Нет, такая история, хочу сказать, не проходит. Значит, соответственно, уже в этом году у нас есть два факта взыскания денежных средств и эквивалентной стоимости продажи автомобилей. И сразу хочу предостеречь всех, что если, услышав наше с вами интервью, люди будут продавать по заниженной стоимости, нет, там будет взыскиваться рыночная стоимость, потому что все эти хитрости, направленные на уход от ответственности, уголовный, гражданский правовой, они достаточно просчитываемые, и их легко преодолеть. И давайте немножечко, наверное, так тоже в назидание скажем, как напоминание, что помимо того, что это денежный штраф, помимо того, что это конфискация автомобиля, сколько у нас уголовный срок за преступление, когда человек повторно садится за руль в нетрезвом виде, решив не тратить там 200-500 рублей на такси, какой там уголовный срок? В зависимости от обстоятельств совершения преступления, квалификации итоговые, поправильность которой подтвердит суд, там до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься этого деятельностью до шести лет, именно за пьяное вождение. А есть какая-то статистика этого года на тему того, сколько таких водителей удалось привлечь к уголовной ответственности? Порядка, наверное, 90 человек таких есть. И немножечко не про пьяных водителей, а про пострадавших, наверное, вот в ДТП, куда они могут обратиться и с чем? В пострадавших ДТП, вот если мы говорим о совершении преступления, именно уголовных, в отношении этих граждан, можно в рамках уголовного дела тоже направить исковое заявление. То есть у нас потерпевший присутствует гражданским исцом. Я понимаю, к чему вопрос. Наверное, не все люди понимают, куда обратиться, как правильно составить исковое заявление, на какие нормы закона сослаться. Но в любом случае, если такие опасения возникают, надо обращаться в органы прокуратуры, либо к следователям. Правая помощь будет в любом случае оказана. И необходимо помнить, что все водители – это владельцы источников повышенной опасности. И, безусловно, обязанность не только по возмещению морального вреда, но еще и по компенсации расходов на лечение. Также возлагается на таких недобросовестных водителей, которые умышленно становятся пьяными за роль. И давайте напомним гражданам, куда можно обращаться и как. Но, безусловно, можно обращаться в органы прокуратуры. Можно путем личного посещения наших коллег-территориальных, либо непосредственно прокуратуры области. Я думаю, адрес все знают. Это Введенская, 81. В прокуратуре области принимают и начальники подразделения, и работники прокуратуры. Ну и, конечно, руководство прокуратуры области в дни приема. График он размещен на сайте прокуратуры области. Но в любом случае, если гражданин, например, в тот день неудобен по каким-то причинам прийти непосредственно к руководителю, которому он хочет, через старшего помощника прокуратуры области, просмотрение обращения, тоже можно, в принципе, подобрать с учетом графика руководителя другой день и обратиться на личный прием. И, конечно же, информационная технология развивается, как мы с вами уже обсуждали, к сожалению, в разрезе мошенничеств, но, тем не менее, и в органы прокуратуры можно обратиться путем информационных технологий. Это через единый портал государственных услуг, через интернет-приемные органы прокуратуры. Просто выходите на сайт, написать обращение, я думаю, там интуитивно понятен интерфейс, ну и, конечно, можно по почте. Спасибо большое, что стали гостем нашей сегодняшней передачи, ответили на интересующие нас вопросы. Думаю, может быть, через те же полгода мы снова уже соберемся с вами и обсудим то, что изменилось, надеюсь, в хорошую сторону. На этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире.